Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем наше утреннее вещание. С вами в студии Мадина Лайпанова. На высоте более 2000 метров на верхней станции канатной дороги Млечный Путь оркестр Альтерсона, собранный из солистов музыкальных коллективов страны в окружении горных ландшафтов Архыза, выступил перед ценителями классики в рамках фестиваля музыки и науки «Другой звук». Более подробно об этом фестивале мы поговорим сегодня с гостями нашей студии. Но перед этим я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. Пожароопасность. Нестами на территории республики высокая пожароопасность. Черкенске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 31-33 градуса. Высокая пожароопасность. Сегодня у нас в студии присутствует куратор фестиваля «Другой звук» Анна Цибулева и координатор творческой резиденции «Живая традиция» Белла Кирбижева. Здравствуйте, дорогие гости. Доброе утро. Рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Я уже ранее сказала нашим телезрителям о том, что буквально накануне недавно у нас прошел вот такой фестиваль высокогорный, скажем так, «Другой звук». Я знаю, что не в первый раз у нас в республике проходит данное мероприятие. Анна, ну хотелось бы обратиться к вам как куратору фестиваля. Расскажите, пожалуйста, почему уже не в первый раз выбирают именно Карачаево-Черкесию местом проведения и главный концепт, скажем так, данного фестиваля. В чем суть? В первую очередь, Карачаево-Черкесия – это жемчужина на карте России. Также это мой дом. Я выросла в поселке Нижний Архыз, и именно в моей семье изначально соединилась музыка и наука, что в итоге стало основой концепции нашего фестиваля. Моя мама была музыкантом, папа является астрофизиком, и музыка с космосом в моей жизни всегда была чем-то очень естественным, что дополняло друг друга и меня лично вдохновляло. А потом я уже стала звать своих друзей в гости, показывать им телескоп нашей красоты. И так постепенно у меня зародилась мысль, что я хочу большому количеству человек, гостей показать нашу красоту, культуру, нашу республику. И все, что в ней есть для вдохновения. Так родился фестиваль. В наших всех мероприятиях музыка и наука идут бок о бок, вдохновляя как ученых, так и музыкантов. И наших гостей, конечно. Если подробнее говорить о самом мероприятии, из каких блоков, скажем так, состоял данный фестиваль, что ждало гостей и, собственно, кто принимал участие в фестивале? У нас были концерты классической музыки в концертных залах. Мы играли в Нижнем Архизе, также в многофункциональном комплексе гостиницы «Романтик» на курорте Архиз. У нас были научно-музыкальные походы, когда мы, например, шли вместе с ученым-ботаником или орнитологом, или археологом, также слушая в каких-то очень красивых местах скрипку или другие наши инструменты. Также у нас был прекрасный концерт на открытом воздухе на высоте 2500 метров на северном склоне курорт Архиз. Это, наверное, такой самый знаменательный момент. Да, это было очень впечатляюще. И самое главное, что это именно то, что нам нужно, потому что именно природа и как раз то, что композиторы ею вдохновлялись, помогает нам в полноте, во всей этой красоте прочувствовать музыку, прочувствовать ее какие-то главные цели и смыслы. Участниками нашего фестиваля были артисты самых знаменитых и известных творческих... Коллективов? Нет. Самых знаменитых оркестров России. Это оркестры под управлением Спивакова, Федосеева, Теодора Курензиса. Поэтому мы привезли в Карачево-Черкесию музыку исполнения мирового класса. И для меня это было, конечно, огромным счастьем. Вы наверняка, как куратор, общались непосредственно с участниками достаточно тесно. Были ли среди них люди, которые впервые побывали в нашей республике, и какими впечатлениями, может быть, делились вообще для них? Насколько было необычное нахождение здесь и вообще участие в фестивале? Да, в этом году у нас было два новых участника в составе нашего оркестра. И когда мы их звали только и знакомили с концепцией... Концепция же тоже все-таки непростая, не сразу бывает легко ею проникнуться. Но мы, когда зовем, сразу фотографии отправляем, сразу вот эти все элементы красоты нашего края. И ребята сразу согласились и приехали, конечно... Как приманка, да? Остались абсолютно, да-да-да, остались под большим впечатлением. И я надеюсь, они теперь станут также полноценными участниками нашей команды. У нас правда, у нас вся команда, это и участники, и исполнители, и ученые. Мы как одно целое. Может быть, как раз именно это создает такую удивительную атмосферу. Как бы нет случайных людей. А вот в формате фестиваля именно сколько уже, получается, существует... Это второй год? Второй сезон, да. Второй сезон, да. Ну, раз уже пошел второй, наверняка будет и третий. Будем надеяться, по крайней мере, да? Вы сказали о том, что в команду ходят как ученые, так и музыканты. Вот после проведения, допустим, первого фестиваля, зародились ли какие-то новые связи, может быть? Знаете ли вы, общаются ли музыканты с учеными? Как вот это выглядит уже после проведения? Да, именно. Для нас самих это, в первую очередь, очень интересно. Нам самим очень интересно разрабатывать темы, о которых мы будем говорить на наших походах. Весь год шла подготовка. Это множество звонков, обсуждение тем, когда именно музыкант с ученым, например, встречаются в пространстве зуба. О чем говорить? Да, и мы ищем эти точки, мы вдохновляем друг друга. В итоге получается такой очень тесный, добрый, открытый диалог, когда мы не фокусируемся только на своей профессии, а наоборот, расширяем свой кругозор для того, чтобы еще глубже и свою часть понять, и другим чем-то новым проникнуться. Сейчас мы все общаемся, мы сотрудничаем с учеными, которые работают здесь на месте, на наших памятниках культуры, кто непосредственно вел археологические раскопки здесь. Или, например, всю жизнь здесь прожил и вдохновлялся природой, растениями, флорой, фауной наших мест. Поэтому, да, для нас сотрудничество как раз с местными учеными также очень важно. Хотелось бы узнать, организовать мероприятие такого масштаба не так просто, на самом деле. Наверняка у вас есть какие-то партнеры, кто вам показывал поддержку. Вот хотелось бы узнать, кто. Мы очень благодарны за поддержку всех наших партнеров. Огромную благодарность мы выражаем Министерству культуры Карачаевой Черкесии, команда Министерства с нами с самого начала, еще с того момента, когда мы только готовили еще первый сезон. Сейчас у нас уже очень много наработок, хотя всего два раза фестиваль прошел, но уже теперь появляется хорошее, крепкое понимание, что нужно делать дальше, как развиваться вместе. Мы очень рады вовлечению местных музыкантов, колледжа искусств в Черкесске, музыкальных школ, педагогов, потому что у нас в рамках фестиваля проходит также и профессиональная программа для музыкантов. И в рамках фестиваля прошло больше десяти разных мастер-классов для учеников, педагогов, семинары с очень хорошей, полезной информацией. Так что мы очень рады вовлекать именно местные, местные, самый богатый ресурс. Ну, как вы уже говорили ранее, фестиваль состоял из неких блоков, и я в самом начале представила Беллу Кирбижеву. Она являлась координатором творческой резиденции «Живая традиция». Белла, ну давайте расскажем нашим телезрителям, что означает вообще понятие творческая резиденция, кто принимал в ней участие точно так же, и, собственно, чем занимались участники данной резиденции. В резиденции принимали участие композиторы и хореографы. Композиторов было четверо, хореографов было трое. Для чего я это уточняю? Соотношения, да? Да, ну можно сказать, что и как соотношения. В начале, за две недели до начала фестиваля, приехали хореографы. И как бы в течение того времени, что они находились здесь, мы немного общались. Один раз я их даже, или два, вывезла за пределы города, чтобы они могли... Вывезла в лес. Нет, 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 вывезла к горам, к озерам нашим. Мы устроили даже небольшой пикничок, и вот даже как-то познакомились. Задача была хореографов подготовить номер, серию номеров к заключительному концерту, которым закрывался фестиваль. И в течение... На самом деле они даже на репетицию не особо пускали. Как бы я говорила так, ребята, если что, я здесь. В общем, имейте в виду. Ну, не отвлекаю, да? Да, не отвлекаю. А там, если возникали какие-то вопросы, пожелания, то есть я была всегда рядом. Когда это было? За несколько дней до начала самого фестиваля, вот уже приехали и композиторы в том числе, и вот здесь уже началась активная фаза, вот, и экскурсии были. Творчество, творение, да, скажем так. Да, именно так. У нас были и экскурсии, и походы, и прогулки различные, и на концерты мы тоже ходили. При всём, при том, что хореографы наши, они были всё время загружены, то есть, ну, вот в течение двух недель, вы представляете, да? То есть с того момента, как они проснулись, собрались, они идут на репетицию. И, кстати, репетиции у них были с государственным ансамблем «Эльбрус». Вот, да, они оттуда отобрали. Я, честно говоря... То есть наши ребята тоже принимали, получается? Да, 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 они принимали участие. Признаюсь честно, немножко переживала, потому что, когда с Москвы приезжают хореографы, у них другое видение, представление. И я вот как-то по вопросам, и как, и что. Ну, вот они говорили, ну, мы вот заметили, да, там у девушек в движениях преобладают руки, как бы будем работать с этим. И я поняла, что при всём, при том, что, опять же, я не присутствовала на репетициях, то есть по их беседам я поняла, что очень быстро, в течение, там, первых суток, что ли, они уже нашли точку соприкосновения, как работать, и уже на протяжении вот этих двух недель стабильно каждый день, кроме выходных, выходные я себе забрала. Вот, они работали. Когда же уже приехали композиторы, как бы задача композиторов была под впечатлением нашей природы, нашей культуры, наших, вообще, красот, что у нас есть, вот тем, как они вдохновились создать музыку. Так как я сама музыкант, для меня это немножко даже ближе было, и я, знаете, некоторые вопросы там задавала. Воспользовалась положением, да, так сказать? Ну, возможностью, не столько положением, сколько возможностью, потому что, слушай, а это вот как вот делается, а это вот, а как ты это видишь, а как вот это видишь? И для меня самой, да, немножко отклонюсь, для меня самой это вау, потому что этого очень не хватает в нашей республике, очень не хватает творчества в нашей республике. И вот в течение этого времени я с ним тоже беседы вела на тему того, вот, как бы, какую тему будешь использовать для своих произведений. Среди них есть один композитор, который честно вообще не сдавался, говорит, я сам, я сам всё, я сам распечатаю, я сам музыкантам отдам, вот, я не дам слушать. Ну, в общем, у каждого своё видение. Ревностно достаточно, да? Достаточно ревностно, да. Среди музыки, что была представлена в конце, на последнем завершающем концерте, там был дуэт для скрипки и виолончели, там была музыка для квартета и музыка для состава всего оркестра. В принципе, вот, это вот, можно сказать, что я сейчас трёх композиторов перечислила, я ничего не забыла. Четвёртый композитор, он написал музыку для хореографов, для хореографической составляющей. Это тоже для них секрет был? Не делился он, да, наработками? Здесь нет, здесь я слышала, такая, а что это там гармошечка играет? А я самогармонистка. А что это там гармошка играет? Что-то интересное? Что знакомое, да? И здесь можно сказать, что вот лично я точно завелась новыми интересными связями. И связь буду поддерживать, а вот то, что я гармошечку слышала, я с удовольствием обязательно сыграю в скором времени. То есть достаточно так продуктивно не только для участников, но и непосредственно для координаторов, да, скажем так? Ну, здесь не было такого, что сами ребята, которые приехали, они были открыты. Они были открыты для того, чтобы получать новые знания, да, там, знакомиться с местной культурой, с местным колоритом и с местным менталитетом. Где-то были вопросы, ну, такие, вот, знаете, связанные с представлением о Кавказе. Я развеивала эти мифы, да, то, что у нас цивилизованное общество. Да, и всё это время, вот, по моему рассказу не скажешь, да, что это прям резиденция, что сложное что-то. Оно и не было сложным, потому что они были открыты. Я была открыта, мы были открыты, и этот диалог, это общение, оно было простым. То есть, по сути, вот, в двух словах, да, вот, участники, они потом поедут к себе, скажем так, в столицу и будут рассказывать, как у нас в Карачаево-Черкесии на самом деле, да, не так, что, вот, исходя из каких-то, вот, представлений, сложившихся, ну, из стереотипов, скажем так, да. Да, я надеюсь. Вот она говорила, что проходили мастер-классы и занятия для местных, да, вот, кто учится, там, в колледже или преподает. А ты была тоже, вот, как бы, с Карачаевой-Черкесией. Общалась с ребятами или с преподавателями, кто, ну, с Карачаевой-Черкесией, и они делились ли впечатлениями, как для них прошли вот эти занятия? Да, да, я, получается, в один из дней с Архиза, в общем, забрала их с экскурсии, Александра Тлеова я везла в Черкес, вот, пока мы ехали, мы беседовали, там, дорога тоже не 15 минут занимает, мы беседовали, и уже на мастер-классе, как бы, я привезла на мастер-класс, у него был мастер-класс вместе с Анной, когда я привезла, как бы, я благополучно сидела на задних рядах, слушала, тоже для себя какие-то заметки делала. Наработки, да? Да, наработки, заметки, потому что, как бы, мне самой тоже это всё очень интересно, и потом со мной поделилась коллега с колледжа, в общем, мастер-класс проходил в колледже культуры и искусств, в моём родном доме, можно сказать, она поделилась со мной своими впечатлениями, говорит, вроде бы молодой, а столько в нём, говорит, знаний. Былочка, у нас переписка была в WhatsApp, была, посмотри, говорит, что я нашла, такой талантливый, в общем... Подобрали удачно, да, лекторов? Можно, в принципе, если бы кто-то другой приехал из композиторов, впечатление было бы такое же, потому что эти ребята очень талантливые, они между собой не похожи, их творчество, оно многообразно, и, как бы, привези, вот, можно было бы, да, там, чтобы каждый мастер-класс дал, и никто бы не повторился, вот, в этом, да, каждый из них был уникальный, и, знаете, вот, пока я, да, там, где-то подсказывала, помогала, там, организовывала трансфер, там, или какие-либо другие вопросы, я размышляла на тему того, что достаточно долгое время в нашей республике нету композиторов, ну, вот, молодого поколения, Исполнители, да, вот композиторы И, на самом деле, большая благодарность Анне за то, что напомнили нам о том, что иногда музыку нужно писать для того, чтобы следующие поколения могли её воспроизводить, слушать. Музыка, которую мы слушаем на сегодняшний день, да, там, наших композиторов местных, она замечательная, никто абсолютно не спорит, но нужно что-то новое дополнительно добавлять, и, как бы, здесь вот размышление было у меня на тему того, что это хорошее напоминание, хорошее напоминание, что нужны молодые ребята, которые будут развиваться. Я надеюсь, что те, кто смотрели на эти концерты, те, кто слушали музыку этих композиторов, вдохновились, да, и композиторов, да, вдохновились, и смотрели на танец, который поставили наши хореографы, а он был просто великолепен. Честно говоря, я хотела пролинить слезу, но со словами была не плачь, душ потечёт. Я, в общем, сидела... Чем жарко, да, я не буду плачь. Я сидела и наслаждалась, потому что танец очень... В нём была заложена мысль, которую они раскрыли. Я надеюсь, будет... Это как театр прямо... Да, да, было похоже на театрализованное представление, вот, с нашим, так, с нашим стилем танца. Вот, в общем, это было просто великолепен. Да, всё-таки это было очень в новинку, потому что использовался традиционный танец с элементами современных, немножечко современной лексики. Поскольку мы очень бережно относимся к традиционному танцу, это такое святое хранилище всех самых главных кодов, традиций, культуры, народов всех. То есть здесь, но поскольку в нашей резиденции называется живая традиция, хочется, чтобы это именно продолжало жить. То есть традиция может развиваться. Да, 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 чтобы она не оставалась только лишь таким чем-то незыблемым, но чтобы мы как раз именно могли этим пользоваться, вносить это в свою жизнь, в современность, да, и чтобы тоже молодое поколение этим пользовалось, вдохновлялось, опиралось на это. Анна, ну, вы как куратор фестиваля и идейный, скажем так, вдохновитель, вот фестиваль завершился. Какую бы оценку вы дали, довольны ли вы прошедшими вот этими днями и видите ли уже третий фестиваль, скажем так? Да, конечно. Я лично счастлива. Было сложно в подготовке, очень много людей задействовано, очень большая шла коммуникация со всеми партнерами. Хотелось нам, поскольку пока что еще нет такого наработанного опыта, конкретно именно в этой местности проведения таких мероприятий, мы как раз всеми силами старались все вместе собрать как можно быстрее, чтобы все было слажено, красиво, гармонично. Мы набираемся опыта. Я уже вижу какие-то изменения к третьему сезону. Мы уже все пометили себе, все, что нужно сделать, поправить, изменить, улучшить для наших гостей, для партнеров, участников. И, конечно, да, мы уже ждем третий фестиваль, и уже над ним работа уже идет. Что ж, спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Я желаю вам успехов, и надеюсь, что третий фестиваль станет еще ярче, чем два предыдущих. Будем надеяться, что Крачаева-Черкесия будет с каждым годом больше привлекать талантливых молодых людей, не только композиторов и хореографов, но и другую творческую интеллигенцию. Спасибо вам большое за то, что вы работаете в данном направлении. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся ровно через неделю.